Ну а во всех регионах России прошла акция «Ночь в кино». В этом году к празднику особое внимание, ведь в нашей стране как раз год отечественного кино. Что увидели зрители от Камчатки до Крыма, расскажет Михаил Терентьев. «Ночь в кино» шагает по стране. Вот так миниатюрами из легендарной Гайдаевской бриллианты в руки началась новая всероссийская акция в самом восточном регионе России. В Петропавловске к Камчатскому развернули сразу три площадки, где начиная с вечера показывали лучшие отечественные фильмы. Все вместе, все в едином порыве смотрят выбранные всенародным голосованием любимые фильмы. Выбор пал не только на классику советского кинематографа. «Легенда-17» и «Батальон» возглавили список желаемых лент. Солидарность выборе продемонстрировали жители Башкирии. Эти картины также оказались в шорт-листе. Показы в Уфе проходили в Центральном парке города. А открывали программу «Ночи» мультипликационные фильмы местного производства студии «Башкортостан». А вот в Екатеринбурге ночь кино прошла в формате чаепития. Тому причина – непогода. Моросящий дождь и похолодание едва не испортили акцию. Но организаторы успели вовремя развернуть палатку с горячими напитками. Такой формат у нас в городе я посещаю первый раз. В общем, очень довольна, приятно. А в Крыму решили вернуться к истокам. В летней ротонде культурно-выставочного центра показали первый российский полнометражный фильм «Оборона Севастополя». Режиссер этой ленты – знаменитый крымчанин Александр Ханжонков. Его имя сейчас носит Ялтинская киностудия. Этой ночью зала заполняли зрителями разных поколений. Для самых маленьких – последние серии смешариков. Для взрослых – новинки российского кинопроизводства. И она нацелена на то, чтобы привлечь зрителя, прежде всего, к отечественному кино. Флэшмобы, лекции, экскурсии – конечно, показы в необычных местах. Ночь кино в Вологде, например, прошла в стенах Древнего Кремля. В целом, первая всероссийская акция показала себя как событие мультикультурное. В общей сложности по всей стране кинозалы собрали тысячи зрителей. Сотни отзывов в социальных сетях лишь убедили организаторов. Формат себя оправдал. Возможно, теперь эта ночь кино станет ежегодной. Михаил Терентьев, Вести.